Друзья мои, всем добрый день суток! С вами снова я, Димас. Вы на канале Cooks Brother Hooks. Мы недавно приехали назад с рыбалки. Ловили у нас в одном местности, в Рязанской области. И наловили немножко рыбки. И решили для вас сегодня сделать такой рецепт. Простой, достаточно жареная рыба. Один вариант, это еще бабушка моя так всегда делала. Мама сейчас так жарит. Лучше все вкуснее плотва получается именно из речной рыбы. И второй вариант тоже как простой. Мы чуть покрупнее ее возьмем плотвой. То есть делаем ее в муке, обваляем, пожарим как рыбы в муке. Так что сейчас приступим к нашей жарке, готовке. Покажу вам, что у нас есть. У нас тут вот наша плотва в Сибири. Ну, только в Сибири ее еще называют сорога. Ну, еще много вариантов названия у нее. Но самые распространенные это вот плотва сорога. Еще часть какую-то мы засолили. У нас будет вобла. Вобла с икрой зимняя. Очень вкусная, жирная. Наверное, будет ссылочка, как мы летом заготавливаем нашу воблу. Таранку делаем. Очень вкусно получается. Берем сковородку вообще обычную, простую, грязную. Такую вот, не грязную. Всю зашкваренную. Самый лучший вариант. И наливаем много масла. Достаточно много. Надо, чтобы она прям в масле. Прям жарилась. Потому что масло и выкипит. Ну, где-то вот 150-то даже больше. 200-то добавили миллилитров. Ну, естественно, мы предварительно рыбу почистили всю. Маленькую мы почистили чешуя и распотрошили. Вот крупную мы тоже почистили. Отрезали плавники. Они не нужны, несъедобные. Вытащили с жабры почти все. Выкладываем мелкую рыбку. Ну, стараться вот выкладывать спинка спинки. Я солить буду потом. Сейчас просто выкладываю. Рыбку отобрала одинаковую, чтобы удобно она прожарилась. Всегда так выкладывали. Прям целая сковородочка получилась. Вот масло, видите, много как. Выложим икру. Тоже ее не будем подсаливать заранее. Так сверху посолим. Вот икру всегда раскладывали вот так. Как я помню. Как сейчас мама раскладывает тоже. По краям. Чтобы она не мешалась, как бы рыбе самой жариться. И чуть соли возьмем. И вот так посолим. Икорочку обязательно. Заметили, что мы выложили. У нас не тефалевская сковородка, никакая обычная. Все в холодное. На масло. Но комфорка на четверочке. Загретая хорошо. Достаточно. Нам это надо, чтобы... Сейчас она схватилась снизу. А потом дойдет. Так что ставим на комфорку. Накрываем крышечкой сразу. Она должна колернуться снизу. Прям хорошо. Мы не будем открывать ее стараться. Мы так будем подглядывать, что там случилось. Я не так часто жарю такую рыбу. Но как бы секретом поделились со мной. Почти когда до готовности дожарится. Но опять же все увидите. Чуть убавим. Откроем крышку. Немножко влага выйдет из рыбы. И все выключим. И закроем крышкой. И она должна настояться полчасика. Немножко пропитаться маслом. Очень будет вкусно. Так что вот. Первый вариант нашей платвы. Жаркий ее. Мы для вас показали. Сейчас приступим к второму варианту. Чем крупнее рыба, тем больше оси у нее. Косточек здесь особенно. Вот в хвосте начинается. И здесь много тоже спинки. И что мы делаем? Мы надрезаем. Где-то в сантиметр. Можно меньше. Чуть ближе к хвосту, тем чаще делаем надрезы. Можно здесь даже чаще сделать. Кто-то режет еще вот так. Ну, вот этого достаточно. И со второй стороны тоже самое делаем. У хвоста меньше делаем. Реже точнее. И ближе к голове. Мы увеличиваем зазор. Все кости как прорежутся и все. Тем более мы сейчас будем солить. Чуть-чуть туда соль попадет. Она лучше просолится. Да и сейчас делаем со всеми остальными. С нашими двумя рыбками. То же самое. Мы сделали надрезы. У нас там конфорочка тоже на четверочку ставим. Вот сделаем ее разогретую. Поставим в сковородочку. Чуть-чуть сделаем чуть-чуть по-другому. Два варианта. Два способа нагрева. Чтобы отличалось. Рыбка крупнее, как бы соли. Надо, чтобы она немножко побольше. Можно добавить соль сразу в муку, там перец, что вы добавляете. И сразу перемешать и запанировать в муке. Ну, я как бы, можно так, можно так, пора, как вы любите. Мы просто решили вот так. Чуть-чуть добавим. Внутрь тоже соли. Ну, тоже сильно, если вы не любите соленую рыбу, как бы рыбу. И вообще не добавляете много соли. Маслице сейчас нальем. Кажется, тоже достаточно много, чтобы обжарилось у нас. Вот так. И обваливаем просто в муке. Со всех сторон. Внутрь я не добавляю муку никогда. Просто хорошо обваливаю сверху. Голову тоже, все части. Не зря же мы ее оставили. Вот она и так, как бы, ну-то чуть-чуть выпадает в эти пазухи. Вот чуть раскалилась у нас маслица. Выкладываем обычно. На четверочке стоит. Ну, можно накрыть крышечкой. Сейчас она уже, чтобы протомилась. Вот она жарится минут 20, вот эта рыбка. 25 по-богушками цепла. Ну, это до готовности 10-15 минут, которые вот в муке. Будем ее периодически туда-сюда переваливать. И как бы все, рыба очень быстро готовится. Друзья, ну вот у нас вот эта рыба в муке уже подходит. Смотрите, какая красота. Мы сейчас еще разочек ее перевернем. Не прилипает. Удобно жарить, переворачивать. А вот эта рыба, мы сюда-туда-сюда ее вертим. Маслица, чтобы было везде. Ну, еще минуту 10 ее точно жарится. Вот, смотрите, какая она у нас красивая. Вот так выглядит. Как бы я хочу добиться того, что она поджарилась очень хорошо. Из-за этого масла так было много налито. Как бы она получалась вся пропитывается. Смотрите, как она везде брулит все масло. И корочка сверху. Она, конечно, там поджаривается тоже снизу. Сверху, но при этом она не такая будет сухая. А рыбка снизу, она поджарится очень хорошо. Так что еще минут 5-10. Вот она у нас, смотрите, сколько масла. Она потом, это масло, оно питается. И с хлебушком. Ох, как это будет вкусно. Заметьте, что мы ее не переворачиваем, жарим на одной стороне. Так что накрываем, все. У нас все на четверочке. Займемся этой рыбой. Она у нас подошла. Сейчас мы ее выложим на тарелочку. Хвостик. Получается рыбка такая. Так что сейчас ждем. У нас дожарится эта рыбка. И будем пробовать, что у нас получилось. Дочная, Донская. Точнее, не Донская, а Рязанская. Мы ловили вместе под названием речка. Называется Кочурок. Мы называем Кочуровка. Река Кочуровка, точнее, оператор мне подсказывает. Спасибо. Ну, все, у нас время подошло. Рыбка почти готова. Мы выключаем на нолик сразу. И раскрываем крышечку. Ждем пару минут сейчас. Минуточку можно даже буквально. Смотрите, как она поджарилась у нас. Великолепно. Маслица много. Ну, сейчас маслица все впитается в рыбу. Я говорю, опять же, если кто не любит, но у вас, наверное, так не получится. Сильно много масла, можно не добавлять. Оно пригорело там. О, масло как брызгается. Вообще, вот оно, естественно, поджарилось, пригорело. Как бы это моя фишечка есть. Можно сразу есть. Но я люблю, когда вот она немножко подстоит под крышкой. Масло впитается. Естественно, за счет этого, за счет остывания рыба, вот это, что пригорело, она отойдет чуть-чуть. Ну, будет легче отходить, по крайней мере. Вот эта поджарочка, она очень вкусная, масляная, с хлебушком, с черным, домашним, или каким-нибудь покупным магазином, если как у вас. Это просто очень вкусно, вкус детства, не знаю. Я съедал такую сковородочку, и все. И даже был счастлив, мне больше ничего не надо было. Сейчас еще немножко она, смотрите, маслицем пропитается. Мы накроем крышечкой, и будет примерно где-то, подождем полчасика, она у нас немножко остынет, и будем пробовать уже. У нас вот все тут подостыло, постояло под крышечкой, подвпиталось маслицем. Где-то полчасика это постояло. Прям вот сковородочка уже тепленькая. То, что жарилось, это примерно минут 20-30. В зависимости, как вам больше нравится. Кто-то любит по суше, как бы это рецепт такой хрустящей рыбки. Если кто-то любит нежную рыбу, прям вот все целиковое, можно жарить прям 5-10 минут, она у вас очень легко пожарится. Это речная мелкая рыбка, это такая. Это тоже жарилось примерно минут 10-15, до готовности. Большая, да, это маленькая, хрустящая. Масла тут уже совсем не осталось. Заметьте, она хрустящая получается с этой стороны. А здесь она получается, видите, рыхлая, белая. Но готова, естественно. Просто бомба. Вот это потом все макать. Даже с косточкой можно есть, на самом деле. Если мелкая рыбка, все пережаривается. Очень вкусно получается. Главное, солью угадать. Ну, опять же, на любителей, кто как любит. Кто-то соленые, кто-то нет. Верхняя часть, она вот нежная. Все разламываются. Очень вкусно. Просто, ребята, бомба. Реально, это блюдо с детства. Я люблю, когда мне так готовят. Икорочку тоже попробуем. Видите, она тоже поджарилась. Вот такая получается, хрустящая тоже. Сверху. Нет. Вкусная плотва икры. На таранке. Просто бомбическая. Очень вкусная. Икру по-разному делают. Можно с яичком ее сбить. И тоже пожарить. Тоже вкусно получается. Допробуем нашу рыбу, которую мы делали с мукой. Как бы она с обеих сторон одинаково пожаренная. Нежная. Кому нравится рыба с мукой сверху. Идеально тоже. Вот такие два рецепта вам показали. Они довольно-таки простые. Если обыденный. Все любят, как бы, жарят рыбу с мукой. И вот такой рецепт. Из детства. Кто-то любит головки. Вот так пососать рыбные, большие, маленькие. Масло там. Икра божественная. С вас лайки, дизлайки, комментарии. Всегда ответим. Если что-то не поняли в нашем видео. Ответим, допишем. Если там нюансики разные не уловили в этом видео. Всегда подскажем. Всем добра и мира. Здоровья. Берегите себя и своих близких. С вами была банда Кукс Бразер Хукс. Увидимся на нашем канале. Всем пока-пока.